Очередует свидание Московского математического общества. Сегодня наш докладчик Павел Экснер... Что? Ну не работает, так не работает. Все равно слышно. Значит, наш докладчик Павел Экснер из Чехии, который расскажет, ну, все умеют читать. Спасибо большое и спасибо за приглашение. У меня есть микрофон, так что, наверное, не надо. Так, мы договорились, что я по-русски. Если будет надобность, то есть, если кто-то появится, кто не понимает, я переключу. Я, конечно, благодарен за приглашение. В течение примерно 40 лет я много раз докладывался здесь, в Стекловке. Ну, по-моему, не один раз на собрании Московского мат общества, одно из самых старинных, так что почти он. И о чем я буду рассказывать? Так, я расскажу некоторые свежие результаты, которые получены в сотрудничестве с моими сотрудниками, имена которых здесь можно прочитать. О чем будет речь? Основной объектом моего доклада будут сингулярные операторы Шриддингера, которые формально можно записать так, с взаимодействием, которое несено на кривых или вообще на множествах меры нол. Формально, как я сказал, я буду чаще говорить про случаи, когда это взаимодействие притягиваешься, поэтому выбираю знак таким образом. Мотивировка этой задачи, ну, она, скажем, двойная. С одной стороны, это интересные математические объекты, как я попытаюсь объяснить. И с другой стороны, это полезный модел для описания всяких наноструктур, которые являются альтернативой к стандартной модели квантовых графов, которая имеет один большой недостаток. То есть, что в этой модели мы пренебрегаем тунилирование. Если две таких наноструктуры близко в модели квантовых графов, они не знают кле друга. Здесь они, конечно, знать будут. Ограничения. Я буду все ограничивать с случаями, когда размерность насытела, коразмерность, это единичка. Более сингулярной я не буду. Я не буду то, что рассматривать более сингулярные взаимодействия типа Дельта Прим, Андрей. И с другой стороны, я скажу то, что не будет к односторонних проблемах, то есть движение в области с Робеновской границей. Так, здесь бегло, о чем я буду рассказать. Основной мой интерес будет к дискретным спектрамам, этих операторов, их асимтотическим разложением и эффектам, связанным с магнитным полем. Сначала я опишу более подробно, о чем речь. Потом буду говорить про всякие асимтотические разложения собственных значений. Скажу что-то про эту одностороннюю проблему, про этих блядей, как говорят. И потом тоже что-нибудь про геометрические возмущения. И закончу, если будет время, на магнитных явлениях. Так, как вести регулярным образом тот оператор, который я записал там формально? Ну, самый подходящий путь, это будет воспользоваться квадратичной формой. То есть берем квадратичную форму свободного лапласиана, где и добавляем член, который соответствует взаимодействию. И область этой формы будет первое соболевское пространство. Конечно, стандартным соболевским аргументом выводится, что это имеет смысл. Конечно, все зависит от того, какая регулярность этого носителя. Если это носитель гладкая кривая или гладкая поверхность, тогда можно сделать по-другому. Тогда можно взять лапласиан, его сузить на функции, которая исчезает в окрестности этого носителя, и потом выбирать самосопряженные расширения. В частности, выбрать расширения, которые определяют с такими условиями, что функции непрорывны на этой кривой или поверхности, но их нормальная производная имеет скачок, который пропорционал этому. И это объясняет, почему мы говорим про дельта взаимодействия. Конечно, здесь нормальный берет в одном направлении, если брать, как часто принято, внешние нормалы, тогда будет плюс вместо минуса. Альфа – это, так сказать, сила этого взаимодействия. Она может меняться вдоль этого многообразия, но чаще всего я буду говорить про положение, когда это константа. Ну, конечно, это для гладких взаимодействий, гладких многообразий, и я хочу более общий случай. Тогда я могу сделать что-то для липшицевских границ. Если я возьму разбивание этого эуклидового пространства на множество, которые имеют общие границы, эти границы липшицевые, тогда беру эту форму, которая на предыдущем слайде, и доказываю, что при условии липшицевости эта форма является замкнутой и снизу ограниченной, то есть она дает возникнуть самосопряженному оператору, который ему отождествует с этим, который я назвал. Конечно, здесь может возникнуть в печатлении, что это так сказать, только замкнутые криви, но так как некая константа взаимодействия, она меняется, я могу сделать нулевой на части этого. Так, сейчас что-то про спектру этих операторов. Оно, конечно, определяется геометрией носителя и знаком. Если носитель компактный, тогда легко, конечно, видеть, что предельный спектр, он такой же, как в свободном случае, просто нул бесконечность. Если некомпактный, тогда по-другому элементарный пример, когда берем плоскость и носитель кривая, там перемены разделяются, и легко видно, что спектр потом будет такая полудозначенная, так сказать, собственного значения в поперечном направлении. Вопрос о дискретном спектре более сложен. Для начала предположим, что этот носитель опять компактное множество. Тогда знак играет роль. То есть, если возмущение отталкивает, что в моей конвенции это альфа меньше нуля, тогда дискретный спектр просто пуст. То есть, это видно, так сказать, в этой квадратичной форме. Если с другой стороны, с возмущения притягиваешься, тогда спектр может быть непустым, но его присутствие зависит от размерности. В частности, в двумеры, то есть у меня, так сказать, кривая в плоскости, там для любого, как бы не было слабого взаимодействия, всегда есть связанное со стеанием. Всегда есть дискретный спектр. Я даже знаю, как они в себе ведут при слабых взаимодействиях, они, чел между собственным значением и предельным спектром, она экспоненциально мала. То, что, конечно, это двумерный Шреддингер, так что никакого удивления. С другой стороны, в трехмере, там надо... Да. Всегда, конечно, кривая, конечно, и длины, не нулевой. Если точка, это другое. Это коразмерность 2, это другой разговор. Про который я сейчас говорить не буду. Если в трехмере, и там по-другому. И элементарный пример в этой работе постарше Антуана и других, где рассматривалась дельта на поверхности шара. Там условие говорит, что чтобы дискретный спектр был не пуст, надо, чтобы константа взаимодействия умножить на радиус, она удовлетворяла этому неравенству. И то же самое верно в более высоких размерностях. Более интересно, когда носитель неограниченный. Так возьмем опять пример. Возьмем двумерие и возьмем кривую, но она будет бесконечной. Я сказал, что тогда предельный спектр, он понижается. Это тривиальный случай. И вопрос сейчас, что будет, когда эту кривую я стану кривить всяким образом. Возьмем такой случай. Возьму кривую, которая будет по кусках C1, ее параметризую длинной арки. То есть она параметризируется вот так. И я буду предполагать, во-первых, что выполняется такое неравенство, где C меньше единицы, но положительное. То есть нет самопересечения, нет U-формы. Дальше. Я предполагаю, что эта кривая, она асимптотически прямая. Была бы гладкая, я, конечно, мог бы это выразить через убивание кривизны. Но я сказал, что она кусочная, гладкая. Тогда я вместо того беру вот это выражение, которое показывает отклонение от прямой. Если прямая, тогда это нол. И буду потребовать, чтобы по отношению к расстоянию оно убивало степенным образом. И последнее я исключу прямой случай. Сейчас такая теорема. Так, в этих условиях предельный спектр, он не меняется. Но что важно, как только искривил эту, у меня появился дискретный спектр. То есть или ее изогнул, или ее локально деформировал. Я, конечно, в этом докладе не буду подробно рассказывать доказательства. Но идея. Берется оператор Бирмана Швингера, то есть берем резолвенту, который обкладывает этими дельтами. И смотрим этот интегральный оператор. И дело в том, что если взять этот изгиб, эту деформацию, как возмущение прямое, тогда это возмущение, оно знакоопределено, и оно компактно. Таким образом, тут хорошо это видно на рисунке. Здесь спектр, так сказать, оператора Бирмана Швингера при заданном спектральном параметре, он такой отрезок. И сейчас, если мы искривили это, тогда, во-первых, спектр, он поднимается, верхняя грема поднимается, но с другой стороны, поскольку возможно не компактное, то, что я могу добавить, это локособственное значение. Плюс это все с капа бесконечности идет к нулю, то есть это кривая или кривия, которые здесь пересекают единичку, справа от этого значения, таким образом, есть дискретный спектр. Такие вещи можно доказывать и в более высоких размерениях, там результаты более слабые. Там мы смогли доказать существование этого спектра только в асимптотическом режиме, когда альфа большое. Ну, это не означает, что его там нет. В примерах оказывается, что много. Если, например, взять в трехмере плоскость, которая имеет коническую форму, тогда не только спектр, есть для любого параметра, любой константы связи, и для любого угла, кроме, конечно, тривиального случая, когда это плоскость, но этот спектр, он бесконечный всегда. И, кроме того, я могу доказать, как эти собственные значения аккумулируются к грани предельного спектра. Причем это верно не только для конуса, но и для любого конуса, который локально деформирован. Там, так сказать, что играет роль и поведение на больших расстояниях. Этой плоскости. Кроме того, то же самое верно для нецилиндрических, конических, как доказано этими товарищами. Но, с другой стороны, если взять конус в четырехмерах и выше, там никакого дискретного спектра нет. Так. Ну и, конечно, вот все это мы можем воспользоваться в случае, где есть более сложные объекты. Скажем, есть граф такой. То есть, дельта посадим на такой граф. Если я могу проверить, что найти предельный спектр, если он, так сказать, не зависит, скажем, от числа этих ребр, тогда из того, что, так сказать, вот это имеет дискретный спектр, и минимакса выходит, что дискретный спектр существует и для дельта, который носится таким графом. Так. Значит, первая основная тема, это как... Возможно, вот для n равно... Вот, подсказь, n равно 2, и вот как так будет. Да. n равно 2... Что вы можете сказать, вот для этого возможности? Я могу сказать, что... Я могу сказать... сколько угодно великим, конечным, когда беру угол между этим полуправлением достаточно маленьким. Альфа-константа. Альфа-константа. А дельце от чего говорится? От угла? От геометрии. И потом, так сказать... Вот, я про это не говорю. Ну, есть, например, недавно занимались тем, как видеть себе спектр, если я, так сказать, возьму алфа и буду менять эти углы. Оказывается, это изопериметрическая проблема. Для такой звезды максимум основного состояния достигается, когда полная симметрия, то есть, когда все углы одинаковые. Если стал менять спектр, то есть принципиальная собственность идет вниз. Так, сейчас, как я сказал, моя первая основная тема это асимптотическое поведение при больших алфах. Как это себя ведет? Для этих результатов мне нужна более сильная регулярность. Я буду предполагать, что у меня кривая в плоскости, которая C4, C4 гладкая. И потом я утверждаю, что если алфа идет к бесконечности, тогда G, то есть собственное значение, оно ведет в себе как? Так сказать, этот расходящий же член. И следующий член в этом развитии, это MuJ, это G, то есть собственное значение одномерного оператора Шридингера, который имеет потенциал, который определяет квадратом кривизны этой кривой. Кроме того, я могу сделать то же самое в трехмерах, когда у меня поверхность. Тогда то же самое, то есть этот ведущий член такой, но сейчас этот оператор для сравнения вместо этого, это двумерный Шридингер, здесь лаплаз был трамы, и потенциал определяет кривизнами. Это Гауссова минус квадрат средней кривизны. Это все при условии, что у этого многообразия нет края. То есть или это замкнутая кривая, замкнутая поверхность, или бесконечная. Так, опять, это можно расширить на многие, например, можно рассматривать периодические кривые, можно рассматривать петли, которые проникаются магнитным током. Много результатов такого типа. Не буду входить в подробности, только бегло, как это можно доказать. Ну, допустим, возьмем эту кривую, не очень хороший рисунок, и берем вилку Дирихли-Неймана. То есть поставим, берем полосу, такую окрестность, и поставим на границу этой полосы ширины 2А, поставим Неймановские Дирихли-Неймановские граничные условия. Конечно, мой оператор зажимается между эту пару. Так, и поскольку я заинтересован в отрицательном спектре, я могу не обращать внимания на то, что творится здесь и здесь, потому что эти операторы по определению положительные. То есть единственное, что меня интересует, это полоса с Дирихли-Неймановской границей, и, так сказать, Дельта, которая сидит на оси этой полосы. Так, а сейчас, поскольку я предполагал, что эта кривая, что она достаточно гладкая, я могу ввести локальные, то есть локально-ортогональные координаты и переписать этот оператор в этих координатах. И таким образом получает оператор, который, то есть многообразие, то есть область более простая, оператор более сложный, там возникают члены, которые зависят от кривизны, которая вылезла из переписи в этих криволинейных координатах. И дальше, что я сделаю, у этого оператора я делю перемены, оцениваю оператором с разделенными переменами и получается в продольном направлении получается оператор, который, так сказать, в основном тот мой Schrödinger, это эти оценивающие потенциалы они близки к этой четверке квадрата кривизны. И в продольном направлении, то есть извиняюсь, в поперечном направлении у меня что? Это отрезок поперек этой полосы. Отрезок Нейман или Ерихли, а посередине сидит дельта-функция. Значит, если эта дельта-функция сильная, если параметр большой, тогда собственные значения сконцентрированы и они мало чувствуют влияние этих граничных условий. И это содержание этой лимиты, то есть оцениваешь собственные значения поперек, они здесь, они близки этому значению и они запираются между такие экспоненциальные оценки. То есть хватит потом связать ширину этой полосы с константой альфа, то есть с параметром, и я получаю эту теорему. Итак, это все было для многообразия кривых или поверхностей, у которых не было концов или границ. Почему? Потому что когда есть конец, я эту игру больше не могу играть, потому что там фокус на том, что я оцениваю через операторы с разделающими переменами. И когда есть конец, там вопрос стоит, какое условие поставить на конец чем закрыть этот горшок. И таким образом этот оператор опять есть, но сейчас есть два оператора с дирехлетами и нейманами на концах, что, скажем, достаточно для того, чтобы оценить количество собственных значений, но уже слишком грубо для того, чтобы оценивать индивидуальные собственные значения. значит, там догадка такая, асимптотика такая, и оператор сравнения с дирехлетовскими условиями, с твердыми концами. Вот теорема здесь, опять у меня конечная кривая в R2, и что я должен в добавку предполагать, что концы регулярные, то есть я могу этот конец немножко продлить опять гладким образом. И потом собственные значения ведут себе так, это такой оператур носи с дирехлетами на концах. Так, что я сделаю? Ну, вместо того, я беру опять дирехлетовскую оценку я могу взять пежню. Речь идет про Неймана. Я тогда воспользую регулярными концами и беру крестность, которая продолжается немножко за концами этого. Как здесь? Что хорошо, но, к сожалению, сейчас не могу разделить перемены, то есть я должен придумать другой трюк. И трюк состоит в том, что я могу это искомое решение выразить через известную формулу из теории Бирмана-Швингера, то есть это собственная функция оператора Бирмана-Швингера свертка ее с свободной резолвентой. И если у меня, так сказать, я интересуюсь асимптотикой, то есть там, где собственные значения очень большие отрицательные, тогда, конечно, эта функция Грэна очень быстро убивает, и таким образом можно опять оценить погрешность. то же самое я могу делать для поверхностей с краем. Там будет опять результат такой, то есть беру этот оператор сравнения и потенциал, он здесь дается комбинацией Гауссовой и квадрата средней кривизны и дирихле условия на крае этого. Тут можно по-другому. Так, здесь то, что я сказал, опять такое, здесь это условие собственного значения этого оператора, и я могу или сказать, что ошибка здесь такая, не очень хорошая, О1, или если граница здесь достаточно гладкая, C2, тогда могу улучшить эту оценку до того, что было в одномерном случае. для первого утверждения там простое, там строится последовательность операторов, но у нас нет контроля над ошибкой. Если мы хотим лучше, тогда мы должны повторить этот тест, взять более широкое и там оценивать, как бывает функция грина. Это на 15 страниц доказательства, но в конце концов метод тот же самый. Хорошо, сейчас я хочу сказать что-то про билиар, то есть про систему, которая одна сторона, в том смысле все в области и на границе третий краевых условий, к которому сейчас говорят условия робена. Робена. Французи придумали. Французи придумали. Так, значит, у меня опять в области Омега и на границе такое условие. Разумеется, если граница не слишком гладкая, лучше тогда брать определение при помощи квадратичной формы, которая определилась на первом соболевском пространстве здесь. Так, казалось бы, все работает так. Ну, как вы увидите, это не то. Я, конечно, могу выбрать сейчас, когда буду задавать себе вопрос о том, как сильное взаимодействует, как ведет себе спектр, когда этот параметр бета здесь становится большим. И я могу предполагать, что там будет играть такой оператор, где гамма это кривизна этой границы. Ну, проблема в том, что сейчас мне нужны две величины, это максимум и минимум кривизны. Потому что, если наивно буду делать то же самое, то есть, взял сейчас я в области, то есть, беру внутреннюю окрестность, беру кривую, которая на расстоянии от этого, и там ставлю диреклинуемо. Ну, что получается, это такая оценка. Потому что, когда у меня двустороннее, там от интегрирования по частям вылезли два члена, которые убили друг друга. Сейчас, к сожалению, там один и он остался. Так что оценка, которая, как видите, здесь стоит гамма с звездочкой вверху, здесь снизу, это в принципе две разных величины, и оценка очень грубая. То, что мы можем сделать, добавить там вариационный аргумент, который говорит, что то, что на самом деле играет роль, это максимум кривизны. И с максимум кривизны получается потом, если взять эти две вещи вместе, получается такая асимптотическая формула. Конечно, все расходится, когда следующий член определяется максимум кривизны, но линейный, поэтому и ошибка того, то есть это в сравнении у нас был очень плохой результат, потому что он не различает индивидуальные собственные значения. Ну, конечно, можно лучше. Тут был результат Панкрашкина и Попова, французского Попова, которые доказали, что эта асимптотика, она, как и прежде, и следующий член, это житые собственные значения такого оператора. Здесь Лаплас Белтрами, но здесь потенциал другой, потенциал здесь скобки не хватает, потенциал другой, это бета умножить на среднюю кривизну. И в частности это означает, что житые собственные значения потом, когда Омега имеет компактную C2-границу, ведет себя так с оценкой которая, с погрешностью, которая сейчас выглядит вот так. Так, конечно, здесь видно, что односторонний и двусторонний случаи, они совершенно разные. В двухстороннем там потенциал, там мы оцениваем индивидуально, и потенциал был Гаусс-минус квадрат средний. Здесь линейный член остался, как и души, и потенциал, который там стоит, это только средняя кривизна. Конечно, можно лучше есть результат Эльфера и Качмара, при условии, что эта граница бесконечно гладкая, и что кривизна имеет минимум, который однозначный, то есть нет максимума, максимум, который однозначный, тогда они были в состоянии написать полное развитие, так сказать, в принципе, эти коэффициенты можно вычислить. Ну, как говорили, в советские времена и где этот принцип. Да? Ладно, небольшая утечка в сторону, такие эффекты они наблюдали даже в нелинейном случае. Покажу, если взять вместо Laplaciana пелаplacian, то есть решение этой задачи с таким кривизным условием, если хотите определить спектр при помощи такой вариационной формули, и предполагать таки, то есть что граница C1 и дин, принципиальные кривизны ограничены, и существует там, так сказать, можно взять акрестность, которая сама себя не пересекает. Тогда утверждение такое, что нижняя граница спектра она видит себе так, первый член, второй, который опять здесь сидит средняя кривизна, и в частности, если бериоте двойку, там, конечно, все сводится к предыдущим случаям. Это результат Коваřинка и Панкрашкина. Так, вернемся к моей основной теме. Asymptотическое развитие, они не только, которые меня интересуют, это не только такие сильные взаимодействия. Можно спрашивать тоже про то, как, например, ведет себе этот спектр при слабых геометрических. То есть, взял опять эту прямую, сломал ее и спрашивается, как поведет себе этот спектр, это к вопросу Андрея, когда бета будет маленькой. геометричей. Ну, с всяких там аналогий догадка такая, что первый член, конечно, будет дается этим, и следующий будет пропорционально четвертой степени угла. почему это так, я не буду эти аналогии рассказывать, ну, просто это гипотеза. И сейчас, что мы можем сделать? Мы, конечно, хотим доказать это и узнать, если это так, какой коэффициент А здесь. Так, берем сейчас кривую, которая по пускам C2, то есть, есть, конечно, число, где есть угли, то, где есть угли, будем предполагать, что нет само пересечения, нет U-формы, и будем предполагать, что вне некоторого компакта это просто прямо для простоты. Так, кривизна, конечно, определяется, знакопеременная кривизна определяется через первую, вторую производную, но поскольку там есть угли, мы должны их принять во внимание, то есть, мы можем, например, взять эти угли и добавить, что на самом деле есть то, что мы берем обобщенную кривизну, где, так сказать, кривизна в точках этих углов, она дельта-образная. И, что важно, что я могу это определять, эта кривизна с этим, с этой оговоркой, она определяет эту кривую с точностью до евклидовых преобразований. У меня такая формула, то есть, если это φ такое, тогда я могу по этой формуле восстановить кривую, как я говорю, я могу, конечно, сдвигать, вращать, но с этим исключением она однозначно. Так, и мы сейчас возьмем, так сказать, вводим параметры, которые описывают слабую, слабую деформацию. Вот так. Добавляем в эту формулу β, где β что-то из этого отрезка, но нас интересует, когда β маленькое. Это может означать или, так сказать, угол, или, если, так сказать, деформация прямой, то она выпрямляется, как будто, так сказать, есть, и вытянете концы этой нити, и, так сказать, это становится более мелким. И, имея это, что я сейчас веду такой интегральный оператор на L2R. Первое, что надо мне доказать, что при моих условиях, то есть, что это компактное явление и все там достаточно гладкое, что это ядро имеет это свойство. Что? Канал это функция Макдоналда, то есть, модифицированная функция B-сила, которая характеризует двумерную резолвенту. Здесь выступает на самом деле производная, которая с точностью до знака из К-1, то есть, первая модифицированная функция B-сила. Так, и потом результат такой, то есть, первое собственное значение, оно, и в случае маленькой там есть только одно, то есть, это собственное значение, есть этот фактор, как мы предполагали, и следующий член есть такой beta в четвертой степени, как мы предполагали, и тут явное значение этого коэффициента, через интеграл из этого ядра, с точностью до погрешности маленькой O-B в четвертой. Ну, опять не буду рассказать, как это делается. Доказательство было на Бирмане Швингере. И здесь это тот же самый Бирман Швингер, так же развивает до более высокой степени. Так, и кроме того, я могу вернуться к этому примеру, то есть кривой, которая ломана с маленьким углом, и там я могу этот коэффициент, это ядро, оно явно пишется так, я могу этот интеграл из него вычислить, и коэффициент получается явно как минус 1 на 9 π в квадрате. Так, следующий результат я могу то же самое делать в трехмерии, когда у меня взаимодействие несется поверхностью, но здесь задача более сложная. Почему? Потому что я знаю, что, например, у конуса как бы маленький был этот угол, там всегда спектр бесконечный. То есть мы здесь ограничиваемся, вместо того ограничиваемся предположением, что это у меня будет плоскость, которая локально деформируется. Берем, если хотите, так берем его как граф функции, и третья компонента есть граф функции, который умножает с бета, то есть становится все плоским. И мы опять интересуемся тем, что будет в режиме, когда эта бета стремится к нулю. при помощи Birman Швейнгеровского анализа я могу доказать, или мы были в состоянии доказать, что здесь не четвертая степень, мы в двумерии, слабое взаимодействие, опять все действует как у двумерных Швейнгеров. Здесь эта лакуна экспоненциально мала, параметр сидит здесь, минус экспонента, какая-то явная константа, которая выражается через такой интеграл и бета в квадрате. Значит, опять это соответствует интуитивному пониманию этого дела как двумерного оператора Швейнгера. Так, у меня сколько времени еще? 15 минут? Всего? Всего? Час, так что еще минуту. Я справлюсь. Так, значит, не, если аудитория, ладно, последнее, что я обещал, это магнитные эффекты. Так, сейчас опять односторонняя проблема, беру такой, извиняюсь, такой клин и ставлю условия Робена или в частности Неймана, конечно, здесь, и здесь будет магнитное поле, которое будет перпендикулярно этому. Вот зачем это изучается? Это в теории сверхпроводимости это модельный оператор, который Робен, это то, что мы с молодостью своей называли третье краевое условие. Да, французы придумали Робен. Люди отомстили, они говорят Робен. Это как Борис Саймон говорит, что Изинг, он работа с ошибками, отомстили ему, что его читает Айзинг. Хотя он немец. Изинг. Ну, мы тоже. Так, ну, некоторые говорят даже Шринджер и такие извращенности. Нет, используется этот оператор как модельный оператор для случая возникновения сверхпроводимости. И поэтому хорошо знать, какой у него спектр. Я, конечно, если взять такой клин, он инвариантен по масштабным преобразованиям. То есть, я могу упростить себе задачу, так что беру магнитное поле зафиксировано и так все меняется с параметрами, которые входят в это условие. Это то, что я сказал, это набег сверхпроводимости. И кроме того, я могу рассматривать заодно проблему, которая ближе тому, с чего начал. То есть, плоскость магнитное поле и сейчас дельта, которая сидит на ломаной прямой. хорошо. Значит, я беру стандартную калибровку магнитного поля, я определяю свой оператор, как сейчас свободный магнитный, то есть, ландовский гамильтоньян, с добавкой, который соответствует этому взаимодействию. Частный случай, конечно, если третье условие с нулевым параметром, это Нейман. И, как я сказал, я буду изучать тоже этот случай в плоскости, где взаимодействие сидит на ломаной прямой. Так, что касается предельного спектра, это в этой задаче хорошо изучено. То есть, нижняя грань спектра, она, например, в Нейновском случае, она имеет вот это значение. Так, и сейчас существует гипотеза, которую можно найти, например, в книжке Реймонда, которая говорит, хоть бы, какой бы не был этот угол, но только, конечно, не полуплоскость, тогда есть связанный со стороны, есть дискретный спектр. Это основывается отчасти на численных исследованиях, но строго доказательства этому нет. Доказательства есть для угла, который меньше и равна то есть, если до прямого угла, да. Дальше, чуть лучше, в диссертации Virginie Bonay-Noel доказано, что чуть лучше вместо половинки 0,511. Ну, хорошо. Известно, что в немagnитном случае, конечно, Ноймановский клин имеет пустой дискретный спектр. Так, и с другой стороны, в немagnитном случае эти Робиновские клин имеют дискретный спектр и то же самое для нашей задачи в плоскости. Так, то, что мы сейчас делали, мы далеко от того, чтобы доказать эту гипотезу. Мы только чего добились, это улучшить этот результат. Ну, стали вариационными оценками, то есть, взяли, например, функцию и доказали при помощи этой вариационной функции, что если такой полином он является отрицательным, тогда есть непустой дискретный спектр. Это здесь рисунок, то есть, дискретный спектр там, где это серая зона. Важно то, если тщательно посмотреть, здесь эта серая зона, она расширяется до маленьких отрицательных значений, значений. То есть, если есть магнитный случай, тогда дискретный спектр может существовать даже в случае, что это взаимодействие слабенько отталкивающим. Такого, конечно, без магнитного поля быть не может. Ну, и потом, конечно, смотрим, что для всех углов, которые имеют эти значения, то этот дискретный спектр не пуст для бета, который достаточно больший. Но нас в частности интересует Неймановский случай, то есть бета 0, 0, и там результат у нас получился 0,509 на 2,000 хуже, чем у Бонайнуэл. Что нас конечно разозлило и взяли более сложную вариационную функцию. не буду описывать подробности при этой функции мы потом добылись что если такое сумасшедшее выражение больше единиц, тогда спектр не пуст и чтобы сократить таким образом мы в состоянии строго расширить этот результат до 0,583. это проверяемое все можно проверить но с другой стороны этот метод так как мы им пользовали он к сожалению выше 0,6 работать по всей видимости не будет. Дальше можно там надо решать некоторые условия и те становятся сложнее и сложнее так что надо выбрать другой путь. И магнитное поле однородное да. Что? Ну были бы уровни ландав но конечно тут так сказать есть это взаимодействие которое имеет бесконечный носитель. Да и кроме того непрямой то есть был бы прямой там что типа модели и в отсюда спектр был абсолютно непрерывный и частицы бы бегали вдоль этого. Но здесь этот излом он генерирует этот дискретный спектр. То же самое тогда для случая здесь для магнитного поля и ломаной прямой опять в этой серой области есть дискретный спектр. Но опять это не идеально потому что мы знаем например что если угол любой маленький и магнитное поле слабое там был дискретный спектр слабое магнитное поле его не погубить что неясно если оно убивает достаточно сильное магнитное поле если убивает этот спектр. Хорошо последняя моя тема другая опять дельта но сейчас на чем-то более интересном я начну с того беру дельта которая будет сидеть на совокупности концентрических тут кругов так без магнитного поля пока что про что про это дело известно ну здесь положительный спектр очень интересный потому что он он занимает полиоз от некоторого значение бесконечности но характер меняется там переменяется отрезки где спектр абсолютно непривный и плотный чистоточный непривный плотный чистоточный такой сумасшедший спектр это не только свойство дельта такое существует даже если берем регулярный потенциал который периодически по радиусу но с другой стороны так то что я сказал и с другой стороны если так сеть мы в трех меры или выше тогда нет дискретного спектра но если мы в двумеры если действительно круги в плоскости тогда есть бесконечный дискретный спектр этого оператора и это то же самое опять для регулярных потенциалов это автор тут Малком Браун обнавжил 20 лет назад и поскольку он гордый гражданин Вейлса он назвал это вельскими собственными значениями так и сейчас моя задача такая я пытаюсь испортить это дело я беру то же самое поставлю ток агронова бома сюда ток агронова бома то есть я беру магнитное поле которое нол везде кроме одной точки ну так сеть ненулевой ток это хорошо известно это соответствует так векторному потенциалу который выписывается здесь и спрашивать как повлияет это магнитное поле на этот то есть что оно сделает с теми вершинскими собственными значениями так так без взаимодействия без этих дельта магнитный магнитный гамильтон арно бома он определится на магнитном соболевском пространстве дальше надо принимать во мнении только дробную часть этого магнитного тока который здесь будет называться альфа чтобы и константом займуте будет бета когда вы берете из разных работ там получает такая неувязка хорошо то есть магнитный ток надо брать только из этой области потому что целая часть его можно всегда устранить калибровочным преобразованием разумеется здесь есть вращательная симметрия то есть я могу разделить все по партийным волнам и получает что мой оператор выражает таким образом где компоненты в партийных волнах таки с областью определения где такси для L 0 и минус 1 эти функции удовлетворяют условия в 0 и для 2 и Л никакого условия ставить не надо ну и эти условия они конечно то есть не было бы магнитного только это стандартное разложение Laplaciana здесь альфа входит сюда и понятно что например если будет если будет половинка тогда будет свободный Laplacian и тогда ничего интересного не будет но что будет между нулем и этой половинкой так поставили эти delta взаимодействие и я знаю что если магнитного поля нет по Брауну и другим дискретный спектр существует и бесконечен знаю что если половина кванта магнитного тока 0 потому что это просто свободный Laplacian есть естественная симметрия альфа и 1 минус альфа они дают тот же спектр так что надо смотреть только с нулей по 1 и 2 и есть монотонность так ну и вопрос стоит так сказать если эти условия выживают собственные значения выживают или нет для этого мы берем средства из теории осциллятора осцилляции которая разработана для регулярных потенциалов и что у нас получается я беру оператор сравнения это так сказать на радиусу то есть это периодическая система на радиусу она имеет так сказать решение в частности для края непривного спектра край называется EBETA решение называется U а утверждение такое что есть критическое C которое определяется при помощи этого U таким образом так что если данное C которое выступает в этом партиальном разложении оператора больше этого критического тогда есть бесконечный собственных значений если меньше тогда максимум конечное число то есть если перевести на язык это алфа есть тогда есть критическое алфа между нуллом и одной половинкой так что про алфа проток меньше этого критического значения есть все бесконечное число и дальше максимум нол здесь одна вторая и здесь у меня будет что такое то есть в этой области есть бесконечное число собственных значений а это не все мы сейчас можем дальше доказать что если мы здесь такси параметр в параметр бета я считаю то есть если бета есть минус бесконечность а на экспоненциално стремится к этому здесь толком полиномиалным образом ну если сейчас посмотрите как видят себе здесь в окрестности или для маленьких бета тогда опять argument я может давать не буду но можно доказать что в близости этого есть область где нет собственных значений так и вопрос сейчас открытый не знаем ответ вот эта область она покрывает всю эту или нет то есть есть случай есть точки здесь где собственные значения существуют но их конечное число или нет открытая проблема тем самым я подхожу к открытым проблемам одну сказал что касается этих результатов про которые я говорил Датаво мои asymptотические формули они требовали они требовали гладкости насытила то есть кривой или поверхности потому что все такси игра была на такси окрестностях и локальных криволинейных координатах заведомо когда нет это если например есть угол тогда они не будут верны можно посмотреть там была кривизна квадрат кривизны а если кривизна в угле это дельта ну что такое квадрат от дельта функции ну значит тут вопрос стоит вопрос стоит как можно писать асимтотическое развитие в случае когда нет или есть ограниченная регулярность есть например угли и там будет очень интересно в частности в случае когда этот оператор из которого начинаем то есть скажем ломаная имеет резонанс при нулевой энергии потому что могут получиться нетривиальные результаты так это значит здесь гипотеза в том двухстороннем случае это похоже на аналогичную проблему когда сжимают трубки с дирихлетовским условием там тоже разделается положение когда есть резонанс при нулевой энергии на пороге или нет дальше конечно есть этот вопрос про магнитные клины то есть гипотеза Раймонда которая в полной общности пока недоказана и вопрос если у вас магнитный Laplacian и пасаж дельта взаимодействия на ломаную или вообще на кривую там есть дискретный спектр без магнитного поля и вопрос выживает ли этот спектр когда магнитное поле становится сильным так для периодических взаимодействий там например интересный вопрос взял в плоскости кривую сидит дельта спрашиваю у вас какой характер спектра вы все скажете спектр абсолютно непрерывный так ну так сказать там это доказано только в частном случае с оболивом в двум мере а для более общих случаев доказательства нету то есть например для многообразий в трех мере это соболевское доказательство оно основывается на методах так сказать теории аналитических функций так и я сказал про про это ладно мое время подходит к концу так что здесь работы на которые здесь я ссылался плюс другие департуры ну и остается сказать спасибо за внимание и добавлю немножко рекламы так да игр игр я здесь так первый вопрос это я называю это ликой квантум граф я не знаю как на русском это с утечкой чтобы так сказать подчеркнуть что это там туделирование позволяет когда честное графа близко друг к другу там конечно можно переходить тунелирование для этого есть результаты по россиянию есть доказательство в определенных случаях существование россияни существование в волновых операторов обратная задача не рассматривалась и яблок что там будет сложно потому что смотрите в этой асимптотической формуле там ведущий член при сильных взаимодействиях он определяется квадратом кривизны то есть вы допустим вы в состоянии определить потенциал это будет квадрат кривизны и вы из него будете хотеть восстановить кривизну ясно что есть разные кривия которые имеют тот же самый квадрат и второе второй вопрос какие ну так сказать это как раз такие наноструктуры где так сказать их части близко друг к другу и их можно то есть этот туннельный эффект он играет роль например когда берем когда берем такой такую простую кривую так в теории квантовых графов она равна сильно прямой там ничего нет здесь конечно важно этот этот размер по сравнению с алфа то есть алфа определяет как как строго сжато сжатие состояния вдоль этой линии и там была у нас работа численная больше менее где ясно показывает что если этот размаз достаточно широкий тут получаются сильные резонансы если его сделать более узким они исчезают так армян ты хотел спросить когда рассматривается шредингер на двумерной поверхности присутствие магнитного поля там всегда большую роль играют топологические эффекты вот здесь я здесь где они проявляются и может я просто не уследил здесь конечно структура это она входит потому что например в этом этих асимптотических асимптотических разложениях там выступает Лаплас Белтрами где геометрия ну а топология конечно топология она играет играет роль я бы сказал да 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 это это другой рассказ вчера вчера я это рассказывал есть например такие эффекты они есть попытки их применить к описанию аномального эффекта Хола то есть без магнитного поля ну так сказать там есть все-таки вращение которое все думают оно происходит с движения атомных орбиталов и так вот что такое если коразмерность поверхности не д-1 а д-2 если коразмерность 2 так я не могу взять коразмерность больше 4 это из основной теоремии потому что все основывается на том что я сужаю оператор и строю сamosапряжение расширение если коразмерность 4 а выше там эти сужения они по существу сamosапряжены но для двойки и тройки я могу и есть достаточное количество работ по таким эффектам где например кривая в R3 то есть коразмерность 2 это более более singularный случай например его очень нелегко описать при помощи квадратичной формы но результаты есть есть например аналог этих результатов по сильном asymptотическом поведении при сильных взаимодействиях там опять играет роль тот оператор который в одномерии то есть с минус гамма квадрат на 4 не это дельта штрих это дельта штрих это в одномерии это двумерное это если взять книжку алби верев то есть двумерное точное взаимодействие но его так сказать повесить на накрывую то есть этот расходящий член который тут везде был минус алфа квадрат на 4 там это какой-то логаритмический член который является собственным значением двумерного двумерного точечного взаимодействия это отчасти нашей работы нашей группы но и другие там итальянцы тоже занимались так что могу сказать дать еще вопрос спасибо еще обсудили подробно я хотел бы немножко сказать о деятельности павла экснера в качестве президента европейского математического общества вы знаете что он это очень тяжелая поверьте мне это очень тяжелая должность очень тяжелая она требует полного отречения и к сожалению отказа от многих так сказать научных вещей которые для нас ценные вот павел уже 4 года сейчас к сожалению для нас к счастью для него его период нахождения в этой должности приходит к концу я уверен что он рад этому но мы то конечно не рады и я должен сказать вот мне пришлось рядом вместе работать павел очень много сделал для укрепления наших связей вообще для распространения вот этой европейской европейской так сказать организации математики на восток это он очень много сделал мы ему очень благодарны и я хочу от вашего имени от своего имени поздравить его с этим периодом он был хорошим президентом армян спас спасибо большое но не надо переучить это просто долг службы так сказать согласился баллотироваться выбрали так что надо служить да и главное что у меня достойный преемник через два с половиной месяца да и есть вице-президент этого общества который будет служить дальше так спасибо 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 Продолжение следует...